Взаимодействие человека и природы сильно изменилось за последние десятилетия. Ресурсы истощены, реки испорчены, леса вырубаются, планета зарастает свалками. И считаем, что очень важно не стоять в стороне и ждать, пока кто-то за нас уберет, кто-то обратит внимание на мусор в лесу, кто-то сообщит о свалках, о сливах, нечистот в реке. Мы будем продолжать показывать своим примером, что можно делать это вот так. Такие акции проводить, безусловно, надо, они очень полезны, чтобы улучшить качество и объемы вторичных материальных ресурсов. Волонтеры узнают о наших предстоящих акциях и мероприятиях из соцсетей. Усиливаем информационную работу накануне мероприятия, делаем рекламно-информационные видеоматериалы, стараемся привлечь аудиторию. Мне интересно рассказывать людям о том, чтобы они знали, как нужно правильно сортировать мусор. Люди некоторые подходят сами, даже спрашивают, интересуются. Детям очень интересно, естественно, они берут раскраски у нас и задают какие-то вопросы. Мы делаем упор на работу со спонсорами, и таковые у нас уже есть в лице социально-ориентированного бизнеса, организующего, в свою очередь, конкурсы поддержки подобных проектов и инициатив. Вообще, я назвала бы наш фонд такой фабрикой экологических идей, площадкой по внедрению лучших экологических практик, местом, где генерируются и воплощаются как собственные идеи и предлагаются готовые кейсы, так и поддерживаются внешне интересные проекты. Впоследствии вообще мы хотели бы стать экологическим ресурсным центром, центром непрерывного экологического образования, расширенной такой экологической площадкой с набором лучших экологических практик и опытом их реализации. Не быть безучастным, безучастными к проблемам экологии – вот чего ждет от всех нас природа. Редактор субтитров А.Семкин